Всем доброго времени. Давайте посмотрим сплетни и интриги. Разговоры за вашей спиной сегодня. Что говорили? Сделаем такой короткий расклад небольшой. Сплетни и интриги за вашей спиной. Что говорили? Что обсуждали? Вот именно сегодня посмотрим. Давайте посмотрим, кто обсуждал. Здесь мужчина в достатке обсуждал. И, кстати, есть большая зависть вашему достатку. Тут мужчина обсуждал ваш достаток. Может, квартиру обсуждал. Может, место, где вы работаете. Тут мужчина. Вот он, мужчина. Кстати, который за вами как-то подсматривает. Ему очень интересны ваши финансы. Вообще, карта на вас выпала хорошая. То есть, деньги ждите. Тут либо зарплата придёт больше, чем думали. Не ожидали, может, такого поворота, что придёт побольше зарплата. Здесь, кстати, кто-то из вас может работать в цветочном магазине. Смотрите, здесь говорили о том, что как она могла выбраться из бедности. Тут карта такая, да? И вы выходите из бедности. Карта ухода у нас ещё. То есть, говорили о вас то, что вы изменились, вы поменялись, вы ушли. Да? Карта такая выходит. Очень интересно. Тут двое мужчин падает. Один влюблённый в вас новый, а другой из прошлого, бывший. А вот бывший, он повёрнут на деньгах. То есть, вот он ассоциирует вас с богатством. Может быть, вы столько многое не зарабатываете, да? Но у него, вот знаете, как сказать... Так, сейчас... Я свечу отодвинула просто. Вот этот вот мужчина, да, он на деньгах повёрнут. Давай посмотрим. Давайте точнее, да, простите, я оговорилась. Посмотрим, что этот бывший от вас хочет, потому что он прям вот хочет взять с вас копейку. Что вот этот мужчина хочет? Что Пентаклиевый король от вас хочет? Ну, смотрите, во-первых, тут агрессия. Тут, скорее всего, у человека две личности, да? Обман. Я же говорю, обман. Азарт. В данное время с этим человеком общения нет. Вы закрыты. Он закрыт. Ну, как-то всё поменялось резко. У него в жизни тоже много чего поменялось. Любит выпивать, любит пить этот мужчина, употребляет однозначно, да? Вот. Алкоголь. Обман. Я же говорю, здесь мужчина вас караулит, бывший. И говорит о вас тоже, бывший. Но, вы знаете, тут идёт как об обмане. То есть, здесь, скорее всего, деньги ему нужны. Будет проявляться к вам. Далее, давайте посмотрим ещё, что говорили. Смотрите, здесь говорили о вашем имидже, о новой прическе. Может, поменял кто-то. Ну, тут женщина с роскошной косой. Может, говорили, что вы правильно выбрали направление или поменяли как-то имидж. Не всё так плохо. Знаете, тут ещё как? Тут кто-то говорит о вашей бедности, а кто-то говорит о богатстве. То есть, может быть, говорят, да, она всё показывает. Это всё показуха. Это всё показуха. Ничего у неё нету и быть не может. И это всё неправда. А кто-то говорит, да как нету. Всё у неё есть. Мы видели. Вот. А может, знаете, как ещё говорят? Наоборот. Она не показывает то, что есть. Вот. Она не показывает то, что есть. Ну, тут однозначно обсуждали деньги. Поэтому я, как и говорила, защита нужна, в принципе, на деньги. Кто-то не одобряет ваш выбор. Здесь, знаете, как? Вас не видят в паре с каким-то мужчиной. Абсолютно вот просто не видят. Ну, говорят, что вы поменялись. Да. Что вы как-то сейчас зациклены на себе, на своей работе. Зациклены, возможно, на своей какой-то... Да. У вас другие эмоции. Может, кто-то говорит, что вы ставите защиту себе. Или ходите по гадалкам, да. Могут говорить о том, что у вас есть, допустим, двое мужчин. Тут ещё помимо того, что говорят, здесь могут друг другу что-то передавать, как докладывать, как следить за вами. Может, один мужчина, ещё и женщина за вами следит. Опять, тема финансов. И они как в печали, потому что нету какой-то особой информации за вас. Как будто бы она... Ну, вот всё стоит на месте, да. Тут ещё могут говорить, что вы, допустим, вот идёте на жертвы ради семьи. Да, и как-то вот забываете, может, о себе и идёте на жертвы ради семьи. Может быть, такое даже. Тут могут говорить, что вы стоите в ограничениях по личной жизни. Что больше вы жертвуете, да, в отношениях, но не ваш партнёр. Может, как-то заметили, что вы в ограничениях. А вы можете быть такой, что, ну, не переживаете. Ушёл мужчина, да, ну и ушёл, я пойду там на новые горизонты, мне никто не нужен. Кстати, тут немножко не так вас видят. Здесь думают, что вы жертвуете в отношениях и сидите там около мужчины, плачете, вымаливаете любовь. А я своим третьим глазом вижу другое, что вы не будете переживать. Ну, ушёл мужчина, ну, ушёл, да, ну, иди, вот, всё, как бы, я дальше пойду. То есть наши дороги там, ну, расходятся, да, всё, разошлись, а я дальше поехала. Ну, тут говорят о том, что добиваетесь вы всё-таки своего, но не слышите. Не слышите людей, возможно, те люди, которые что-то вам пытаются говорить. Вы их как не слышите, да, пытаетесь закрываться. Кстати, вы сейчас выбираете, куда пойдёт ваш сын учиться, что-то такое, да, обучаться, учиться. Тут могут быть скандалы в семье ещё, что вам тяжело, но вы идёте, в принципе. Но будьте бдительны, тут будут сбивать вас с пути, с дороги. Какой-то мужчина с вами ищет встречи, может про вас говорить, готовиться к этой встрече, в принципе, да. Что вы устали от работы, что вы заключили совсем не с той работы контракт, что вы вышли не на ту работу, как будто вы вынуждены там работать, вот, под руководством. Может, действительно это так, допустим, вы хотите уйти с работы, но вы не можете. По какой-то там, ну, нужны деньги, допустим, причина такая, да, вот, ну, вот, нужны деньги всё, как-то. Вы устали. Говорят, что где-то вы были несправедливы, агрессивны, не слышали никого. То есть, ну, на своём мнении стоите. Такой человек. А вы под мороком, кстати, кто-то под мороком, потому что вы действительно не услышали тех людей, которых нужно было услышать. То есть, вы не услышали своих близких. Да, действительно, вот как будто бы вы отстранились. Да, под мороком-то. А, эта женщина сделала на вас мечевая. Загнала вас в угол. Ябл. Вот тут, как многие замечают, что вы под какой-то порчей, вам нужно срочно оковы снимать. Я скажу, потому что вы страдаете депрессией, и есть разные фазы этой депрессии. А эта депрессия наведена на вас по магии, по чёрной магии. Вот я увидела на последних картах. Думаю, на этом расклад мы и закончим. Когда вам очень хорошо, и вы встаёте, и вам кажется, что вы выздоровели. На самом деле, это такая фаза, которая опять приведёт вас к тому состоянию, когда вы не сможете встать с кровати, и вы просто будете лежать и ничего не делать. Вот. Просто будете лежать и ничего не делать. И потом опять вы войдёте в ту фазу, когда вы думаете, что я полна сил, я расцвела, я пойду работать или гулять, кататься на велосипеде, ходить по магазинам. Но это будет всего лишь промежуток этого времени. Дальше вы опять входите в фазу острой депрессии. И эта депрессия наведена на вас под мороком. Вы под мороками ходите. То есть многие здесь, да, морок — это когда вам с помощью чёрной магии затуманили разум. Как говорится, очи в дурмане или глаза в тумане, да, как там, и разум твой в тумане. И вы опять входите. Вот, скорее всего, человек меня сейчас смотрит, который лечит депрессию. А нужно было бы снимать чернуху, потому что вот вам сколько уже, я вот сейчас наблюдаю, считываю энергию. Вы вставали, шли опять, да, хотели жить. Вы расцветали до поры до времени, пока другая фаза опять не накрыла вас. Из колеи в колею. Вот, это сделала женщина, и она вас обсуждает сейчас. Она наблюдает плоды своей работы. Как это вообще, что это. А я смотрю, что да, вы, допустим, неделю лежите, вы не можете встать, да. Вот, потом вы встаёте на ту же неделю, гуляете там 5-6-7 дней, да. Но счастье заканчивается. Наступает опять фаза депрессии, которая вводит вас и кидает в постель, и вы ничего не можете делать. Не выходить из дома, ничего. Вот так вот вы просто лежите, даже не можете открыть книгу. У вас галлюцинации гипногенные, гипногенного характера. Когда вы засыпаете, вы видите ярко-красные картинки перед сном, вы думаете, что это из-за усталости, но на самом деле это из-за парчевого ритуала морока, который на вас сделали. И у вас вот всё по кругу. Всё, на этом я заканчиваю данный расклад. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Всем добра, не болейте, всего хорошего.